Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Начнем с грустных известий. Очень многих удивил внезапный отъезд Саши Гозиас с острова любви. Саша написала в своем блоге, что покидает в Сейшело по семейным обстоятельствам. Затем Татьяна Африкантова рассказала, что причина отъезда Саши связана со смертью ее отца. Именно поэтому на фотографии у Гозиас были опухшие глаза. Приносим свои соболезнования Саше. Вика Романец сообщила своим фанатам, что она не собирается возвращать Андрея Черкасова. 18 марта они едут в Гербент и на этом заканчиваются все их совместные корпоративы, походы в кино, выезды и фотосессии. И если Андрей закрутит роман с Сашей Харитоновой на ее глазах, она не будет переживать. Она сказала, что больше не любит Андрея, а на протяжении трех месяцев Вика просто куражилась, потому что ей было скучно в женской спальне. Теперь она ждет на проект нового молодого человека для построения серьезных отношений. Фанаты Романец гадают, кого же она ждет, скорее всего Семена Фролова или своего бывшего Олега Мищенко. И неожиданно ко всем этим кандидатам присоединился еще один Никита Кузнецов. Вика выложила в сеть фотографию с ним и подписала «Пиратка и сексуальный дьявол Никита Кузнецов». Мне кажется, отличное сочетание, а вам? Костя Иванов вернулся на поляну, но совсем скоро он улетает домой по делам. Елена Босс всех удивила. Ее никогда не видно и не слышно в эфирах и складывается впечатление, что ее держат только лишь для того, чтобы она делала макияж участницам. Но вдруг она выразила симпатию Игорю Трегубенко и говорит, что готова его добиваться, даже несмотря на предстоящую женитьбу на Элли. И зрители думают, что таким образом организаторы просто решили расшевелить тухлую пару Игоря Трегубенко и Эллы Сухановой. Илья Ебаров, который, как вы помните, воспылал любовью к Ольге Рапунцель, не собирается сидеть сложа руки, пока она строит на Сейшелах отношения с другим мужчиной. Он ежедневно звонит Ольге, пишет ей смс-ки и даже решил сделать необычный подарок. Он купил для нее нижнее белье и отправил посылкой на Сейшелы. Правда, в попыхах он не заметил, что упаковал только верхнюю часть комплекта, а нижняя осталась у него. Видимо, решил доставить лично. Оля Рапунцель, которой нравятся подобные знаки внимания, наверняка не сможет устоять. Катя Гужвинская и Вова Гаути все еще вместе, несмотря на то, что коллектив не верит в их искренность. Просто как-то быстро Катя простила Вове подлость, которая заключалась в том, что после ночи, проведенной вместе, Вова приходил в мужскую спальню и хвастался тем, какая девушка ему досталась и что она вытворяет за балдахином. Катя пишет, в моих отношениях с Вовой все хорошо, мы круто проводим время, недавно Вова устроил мне романтик прямо на скалодроме, было нереально весело. Бывший участник проекта Олег Бурханов был шокирован подлостью своей экс-подруги Насти Киушкиной. Она выставила в сети его интимное фото. Оценить фигуру Олега и не только смогли многие фанаты проекта. Олег пишет, вот от кого, так от тебя я точно не ожидал. Ребят, чтоб вы понимали, фотография, которая гуляет по интернету, на которой я голый, была только у Насти и у меня. Я тебя все это время поддерживал, а ты такой ерундой занимаешься. Очень жаль. Смотри, чтоб твоя личная жизнь случайно не вылезла на показ. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу вконтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!